Привет, друзья! Как делать изобретение, как придумывать контенты, как находить какие-то ответы на волнующие вопросы? Вот я, например, метафоры создаю или изобретение делаю. Ну вот, вы знаете, есть точка максимального напряжения. Это может быть боль. Или это может быть максимальное погружение в какую-то задачу. Когда вы думаете над чем-то, думаете, максимальное сосредоточение. Когда вы находитесь на пике какой-то интеллектуальной работоспособности. Ну вот, например, я думал над какой-то задачей. Да. Ну так, думал сосредоточенно, полностью погрузился. А потом раз, и задал себе другой вопрос, который вообще к этой задаче не имеет отношения. На пике вот этой погруженности в задачу я задал себе другой вопрос. Например, я подумал, почему говорят, если Бог помогает всем, а почему же не все получают вот его помощь? Одни получают, а другие не получают. И раз, сразу пришел ответ. Я сделал метафору. Да. Она такая. Бог помогает тем, кто старается сам. То же самое, например, с изобретениями. Я все время думал. Ну вот я все время бесплатно работаю в скайпе. Помогаю, помогаю, помогаю. А с другой стороны, люди получают большое удовлетворение. А с третьей стороны, школа очень трудно развивается. Никто не делится ни с кем вот этими позитивными результатами. И вот я над этим задумался вот тем же самым способом. Как же быть? Погрузился в какую-то одну задачу, свою другую задачу. И когда был на пике максимального напряжения, ее решал, решал, решал. Я задал себе вопрос. Как же мне быть, чтобы одновременно школа развивалась? И если я уж помогаю бесплатно, так помогал бесплатно. И сразу раз ответ пришел. Да, изобретение сделал. Я, значит, сказал. Если кто позвонит ко мне, я скажу. Пожалуйста. Мы записываем ролик до. То есть вы говорите свои исходные состояния, с которым вы жалуетесь мне. Записываем. Это все будет бесплатно. А потом после результат, через несколько дней, записываем и выставляем. Если вы согласны, это будет все бесплатно. А если нет, пять тысяч. Пять тысяч платите за то, что я с вами в скайпе буду работать. Ну и вот изобретение. Теперь и школа будет развиваться. Потому что будут делиться не только в личке со мной, а со всеми. И показывать результаты до и после. Да. И туда придут, конечно, люди. Ну и больные, которые мне постоянно звонят. И со страхами, и паниками, и с тревожностью, и с давлением, и так далее. Я им даю совет и помогаю. Но туда придут и люди талантливые, которые хотят что-то изобрести, которые хотят развить свои личные способности и качества. Открыть свои задаённые возможности, чтобы поднять свой уровень, как говорится, личностного роста. И решать те проблемы, которые раньше были недоступны. Жидко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова